МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Деловой разговор». Меня зовут Наталья Каршева. Тема у нас сегодня масштабная – генеральный план города. Почему пора его менять? Сегодня поговорим об этом. У нас в гостях Инна Николаевна Шарабарина, начальник отдела архитектуры и градостроительства города. Здравствуйте, Инна Николаевна! Здравствуйте! Давайте начнем с объяснения. Не все понимают, что такое генплан. Расскажите, пожалуйста, что это? Генеральный план – это стратегический общественный документ, которым регулируются взаимоотношения участников градостроительной деятельности. Цель разработки генерального плана – это обеспечение устойчивого социально-экономического развития нашей территории как на ближайшие годы, так и на дальнейшую перспективу. Вот мы сейчас можем вывести на экран, как он выглядит. У нас появится ссылочка. Можно пройти на сайт и посмотреть его вблизи. То есть для людей, не посвященных, больше напоминает такое лоскутное одеяло. Это все подзоны? Это здесь у нас определены подзоны, которые находятся у нас в городе. Здесь у нас показаны проезды. Также генеральным планом устанавливаются границы населенного пункта. Вот генплан, по которому мы живем сегодня, он был когда написан? Генеральный план, по которому мы живем сегодня, он у нас разрабатывался в 2009 году и утвержден у нас решением городской думы в 2010 году. Первым этапом у нас шел 2018 год, который мы уже перешагнули. И дальше у нас идет до 2033 года. То есть первый этап мы прошли, и, соответственно, назрела вопрос и проблема в том, чтобы внести изменения в данный генплан. Есть моменты, когда у нас правила землепользования и застройки не соответствуют генеральному плану. Есть расхождение. А можно тогда уточнить, что такое правила землепользования и застройки? Правила землепользования и застройки – это документ, который разрабатывается уже на основе генерального плана. И в правилах землепользования и застройки у нас уже прописаны механизмы реализации генерального плана. Там определяются определенные у нас нормативы строительства, осуществляемого на территории, размещения объектов. То есть там, например, у нас прописана высотность зданий, какая должна быть в каждой определенной функциональной зоне. Параметры, отступы от границ земельного участка. Много там довольно-таки идет у нас. И по озеленению норматив, сколько должно быть на площади уйти у нас под озеленение, сколько должно уйти у нас от площади земельного участка под благоустройство территории прилегающей. А можно говорить, что какой-то из этих документов главнее? Ну, в принципе, да. Так как правила разрабатываются на основе генерального плана, то, конечно, сейчас при внесении изменений в генеральный план будет больше уделено внимание изначально генеральному плану. А в дальнейшем уже будем смотреть и приводить в соответствие правила землепользования и застройки. А может быть так, что появляются какие-то несостыковки? В генплане одно, а вот в ПЗЗ другое. Да, есть такое. У нас по городу наблюдается такое. То есть у нас есть, например, территории, вот в Заречной части у нас есть территории, которые идут у нас по генплану как зона общественно-делового назначения, а по правилам землепользования и застройки, например, зона ИЖС. Либо наоборот, есть и такие случаи, когда идет зона ИЖС, а по правилам идет общественно-деловая зона. На самом деле у нас там располагаются, например, индивидуальные жилые дома. Вот у нас, например, по генеральному плану вдоль улицы Севастопольской участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов, попадают в общественно-деловую зону. Вместе с тем, в соответствии с правилами землепользования и застройки, эти же участки у нас находятся в жилой зоне индивидуальной жилой застройки, то есть имеются расхождения. Подобные несоответствия также у нас наблюдаются по улице Петра, Мерлина в районе элеватора, на пересечении улицы Промышленная и Митрофаново в районе Нефтебазы у нас такое есть. Также у нас частные дома по улице Промышленной, Красноармейской и Михаила Митрофаново по генеральному плану попадают в зону общего пользования, а по правилам землепользования и застройки это у нас среднеэтажные жилые дома. Инна Николаевна, а проблемам бывает еще в том, что у людей фактически дом уже стоит, а узаконить его они никак не могут? У нас есть такая проблема, что мало того, что дом стоит, они не могут узаконить дом, у них не оформлен сам земельный участок. Оформление дома идет после оформления земельного участка. И в данном случае у нас, например, дома жилые есть индивидуальные по Верхнесибирской, Цесовские улицы. Мало того, что они не в той зоне находятся, например, в рекреационной зоне в данных случаях, но у них еще и не оформлены земельные участки и дома. После того, когда у нас будет приведено в соответствие зоны, тогда уже мы сможем и решать вопрос по оформлению земельного участка и узаконения жилого дома. Я вот просто могу предугадать вопрос людей, которые впервые с этим сталкиваются. А что, у нас город не может самовольно принять, как-то поменять здесь зону одну на другую? Нет, у нас идут обращения, поступают обращения, тоже меняют зону, функциональные зоны, параметры строительства. Это у нас все проходит через публичные слушания. И у нас их за прошлый год, если я не ошибаюсь, прошло порядка, наверное, 20-25 публичных слушаний по этим вопросам. Там большое время уходит на подготовку проведения этих публичных слушаний. То есть законодательством определены определенные рамки, сроки проведения данных мероприятий. То есть это очень затратно получается. И точечно наверняка. Да, и это идет точечно. То есть сначала один человек обратился, второй. А мы наблюдаем то, что у нас это занимает довольно-таки большие территории. Эта проблема распространяется не на один дом. Ну то есть люди у нас не могут произвести реконструкцию жилого дома. Не могут осуществить снос, например, ветхого дома и получить разрешение на строительство нового дома. То есть, конечно, ущемляются права. А почему так сложилось исторически, что у нас в Генплане или в ПЗЗ одна зона, а по факту там стоят, допустим, жилые дома? Значит ли это, что они в свое время строились абсолютно самовольно или все-таки люди получали какие-то разрешительные документы? Дело в том, что функциональное зонирование территории у нас определено градостроительным кодексом, который начал свое действие с 2004 года. То есть ранее вот такого функционального разграничения, скажем, территорий не было. Поэтому люди строились, как правило, у нас. Ну и сейчас бывают случаи, когда человек считает, что земельный участок есть, я имею право на нем строить все, что хочу. То есть не обращаются за разрешением. Бывает так, что люди даже не догадываются о том, что у них дом стоит где-то не там, до поры до времени. Когда хотят перестроиться, что-то еще сделать. Да, как правило, так оно и получается. То есть уже выясняется этот момент, когда человек приходит к нам, обращается, подает уведомление о планируемом строительстве или о планируемой реконструкции. И вот здесь вот как раз и выясняется, что дом находится не в той зоне. И, соответственно, там мы разрешение, отказываем выдачей разрешения. Либо, значит, когда вступают в наследство и, соответственно, тоже появляется новый хозяин, приходит к нам. И мы выясняем, что данная зона не позволяет провести реконструкцию жилого дома. То есть тот случай, когда точно нельзя говорить, что меня эта проблема не касается. Ты просто не знаешь наперед. Да, да. Еще такая проблема. Все-таки Биск у нас город старый, купеческий. Наследие-то у нас еще осталось с дореволюционных времен. Какие-то ограничения накладывает соседство с памятниками архитектуры? Да, есть такое у нас в городе. Значит, у нас генеральным планом и правилами землепользования у нас установлены расчетные параметры. Параметры охранных зон памятников архитектуры. В прошлом году и в этом году была проведена большая работа, в ходе которой у нас были установлены охранные зоны памятников архитектуры. И, как правило, эти зоны сократились, они стали проходить по границе земельного участка. Вот у нас был случай в прошлом году, когда к нам обратился гражданин, у которого земельный участок располагается в старом центре. Земельный участок у него предоставлен под индивидуальное жилищное строительство, пришел к нам за разрешением. Но мы были вынуждены отказать, так как вот как раз расчетная охранная зона памятника архитектуры, она проходила по участку данного гражданина. Но такой вот интересный случай. У него оказалось два памятника. С одной стороны памятник, с другой стороны памятник. И наложение обоих этих зон, что не позволило, там не было ни одного метра свободного, чтобы где-то что-то можно было строить. Но после того, когда были проведены работы по установлению границ данных памятников, то у него появилась возможность, потому что охранная зона была установлена в границах земельного участка памятника объекта архитектуры. Значит ли это, что у людей, которые оказались, скажем так, не в своей зоне, не в зоне жилищной застройки, сегодня нет шансов как-то, скажем так, легализоваться? Или все-таки при разработке нового генплана как раз будут учтены такие все моменты? Нет, мы сейчас как раз и хотим тоже сделать. То есть это одна из причин, почему было принято решение на внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки. Это как раз то, что у нас очень большие территории, уже исторически сложившиеся, занятые, как правило, уже индивидуальным жилищным строительством. Это вот здесь у нас самая такая больная точка. Мы сейчас будем как раз и приводить их в соответствие. То есть по территории, как она используется уже. И мы уже понимаем сейчас, отработав вот этот вот первый этап нашего генплана, который до 2018 года был, что там у нас в ближайшие лет 10-20 ничего меняться не будет. То есть это уже будет индивидуальное жилищное строительство или там застройка средней этажности домов. То есть общественно-деловой зоны там не будет. Можно уже говорить о каких-то сроках, в течение какого времени новый генплан будет написан? Сразу могу сказать, что работа уже ведется. То есть сейчас идет подготовительный этап. Уже мы собрали информацию с проектных организаций по стоимости. Сколько это будет стоить? На сегодняшний день можно даже озвучить, что это порядка где-то 15-17 миллионов будет стоить. Планируем мы в конце этого года уже объявить конкурс как раз на поиск разработчика. Кто у нас будет разработчиком. Ну и дальше приступят уже непосредственно проектировщики к своей работе. Как правило, это занимает порядка года. Если мы хотим получить рабочий документ, по которому уже не будут возникать вот такие вопросы, то, конечно, потребуется чуть больше, может быть, времени, чем хотелось бы нам. То есть мы хотим именно досконально пройти вот каждый уголок города, все это привести в соответствие, чтобы один документ не противоречил другому. Чтобы жителям города было удобно жить, существовать, строить, развивать дальше наш город. Поэтому где-то в течение года следующего у нас будет проходить проектная работа, после чего будут проведены публичные слушания, на которые мы приглашаем, чтобы у нас жители приходили. Инна Николаевна, люди, у которых есть какие-то предложения или замечания, или вы столкнулись одни с такими бедами, что они где-то не там расположены, могут они как-то тоже поучаствовать в разработке нового генплана, помочь, подсказать, на что обратить внимание? Да, в принципе, это возможно. Сейчас в ходе как раз работ по внесению изменений в генплан и правила землепользования и застройки мы принимаем сейчас предложения, которые могут направить все жители нашего города на наш электронный адрес, либо принести в отдел архитектуры и градостроительства. Инна Николаевна, спасибо, что пришли, ответили на вопросы бичан, которые сталкиваются с такими проблемами. Контакты отдела архитектуры появятся сейчас на экране. А у нас на сегодня все. С вами была программа «Деловой разговор». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова